Цветы и свечи несут к зданию МИД России рядом с гвоздиками и розами белый лист бумаги с черными буквами. Умер Виталий Чуркин. Новость, как гром среди ясного неба, ему стало плохо прямо на рабочем месте в Нью-Йорке в офисе Организации Объединенных Наций. Но умер он в больнице от сердечного приступа. Заседание рабочей группы ООН началось с минуты молчания. В Генеральной Ассамблее пообещали, что в ближайшее время в память о Чуркине проведут отдельное заседание. Я хотела бы выразить соболезнования России, российской миссии здесь, в ООН, особенно его жене и двум детям. Он был добрым, дорогим коллегой для всех нас. Он был преданным своей стране дипломатам, одним из лучших людей, с которыми мы были знакомы. Хотим сегодня почтить его память минутой молчания, в память о его службе. Прошу всех встать. Субтитры подогнал «Симон» Соболезнования родным и близким Виталия Чуркина, а также коллективу МИД России выразил Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент высоко оценил профессионализм и дипломатический талант Виталия Чуркина. Утраты для России назвал кончину постпреда. И Дмитрий Медведев об этом глава правительства написал на своей странице в соцсети. По словам премьера, Виталий Чуркин даже в самых сложных ситуациях бескомпромиссно отстаивал интересы страны. Это тяжелая и невосполнимая потеря, сильный переговорщик, прекрасный человек, учитель. Это от Чуркина и возместитель Петр Ильичев. Сказать, что все мы в российской миссии шокированы, это не сказать ничего. Не только наша миссия, но вся наша страна, Россия, понесла тяжеленную и невосполнимую утрату. Не стал Виталий Чуркина, великого дипломата, сильного переговорщика, прекрасного человека, учителя. Именно вот таким он навсегда останется в нашей памяти. Всю свою жизнь Виталий Иванович отдал служению России, отстаиванию ее интересов. Причем так получилось, что работал он на самых передовых рубежах, в самых напряженных точках. Пока очень трудно выразить словами то горе, которое постигло миссию, а особенно постигло семью Виталия Ивановича. Самый светлый образ, которым он для нас являлся, веки останутся у нас в сердцах, личная память. Мы получали комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой. Она была пресс-секретарем Чуркина, когда он только начинал работу в ООН. Это не потеря, это трагедия для нашего векомства, для отечественной дипломатии. И это величайший профессионал, это неординарная личность, это яркий человек. Это человек, который через свое сердце пропускал все, чем он занимается. Это человек, который был на передовой в последние годы. Человек, который во многом стал символом. Это товарищ для леди старшего поколения, мидовцев, дипломатов. Это учитель и человек, которому хотелось учиться для людей младшего поколения, для младшего дипломатического состава. Этот человек, великий дипломат, он работал практически 24 часа в сутки. Это поражало, это вызывало восхищение. Невозможно было понять, как он это делает. Это человек, который привнес куда особую ноту в дипломатические отношения, и вообще, наверное, международные отношения в целом. Человек, которым восхищались не только те, кто его любил. Это человек, которым восхищались именно так. Я знаю, о чем я говорю, которым восхищались и его оппоненты. Причем оппоненты жесткие, непримиримые. Люди, которые оппонировали ему принципиальный вопрос. Человек, которого уважали, это человек, которого слушали. Сделали сегодня родного человека и великого дипломата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова